сейчас то что исторические кадры я николай сухов паяю паяльником чувствуете слог на денис поснимай сухов тоже умеет паять никто не конечно умеет и поближе сюда поднеси есть теперь заизолируем так феном будем не надо феном обжимку делать не будем единственно что мы покажем что вот это у нас этот самый винил корректор версия 4 дробь 5 то есть четвертая версия по на плате и дополнен он один резистор сверху наброска сейчас мы будем подключать вот этой вертушечки и испытывать это все повинно привет друзья сегодня у нас в наших хрониках ввшника будет сюжет который посвящен тому что мы начали измерять помните из те из вас которые проходили диалектический материализм в школе там или в институте какое основное правило критерия истины помните нет так вот диамат нас учит что критерием истины любого суждения теоретического или схемы технического является что правильно практика а практика в нашем деле с вами в аудиотехнике это что это измерение а вы же помните что я начинал свою деятельность после радиофака кп и как раз в отделе главного метролога не амп это я потом уже перешел в отдел видеозаписи и начал заниматься звуком а начинал свою деятельность первые 8 лет я работал в отделе главного метролога старшим научным сотрудником кстати они просто инженером ну да ладно преамбулу теперь заканчиваем короче значит один из моих вип патронов вячеслав горахов попросил показать измерение нашего винил корректора что сегодня мы будем делать с денисом значит метода измерения будет заключаться в том что используя бюджетную вертушку вот этот вот техник аудио это не аудио техника как он там называется а т лп 60 а x bt значит он с бутусом кстати нам и бутус используем используя вот эту вертушку у нее есть встроенный винил корректор а также возможность использования внешнего винил корректора так вот мы сегодня сравним воспроизведение и музыки и измерительных дисков путем использования как встроенного винил корректора этой вертушки так и внешнего который выполнен вот на такой smd плати это плата версия 4 которая кстати сейчас имеется в продаже в интернет-магазине эмрад киев его вы прямо сейчас ее можете заказать там наборчик печатная плата две две штучки печатных платок и набор всех элементов включая очень дефицитные полевички джеффе 2140 ну и все остальное там прочее все элементы которые на схеме есть они там значит присутствуют ну вот значит сейчас мы сделаем следующий финт ушами мы воспроизведем на этой вертушке парочку песен что там у нас клидин привод ревайвом да ну хорошо а потом несколько измерительных дисков сначала мы это сделаем с нашим значит подключенным винил корректором а потом переключимся и сделаем то же самое для сравнения со встроенным винил корректором и замеряем и очиху как просит меня вячеслав горахов и сигнал шум и если у меня найдется в измерительных дисках этот самый по гармоникам какой-нибудь сигнал тестов это еще и коэффициент гармоник измерим если получится хотя вряд ли потому что это самая грамм пластинка дает гораздо больше искажения чем наш винил корректор ну вот такое значит по технике вы понимаете да вот это у нас блок питания внешний это у нас значит винил корректор на smd на нашей плате это вертушка аудиотехника идти lp60 значит грамм пластиночка кривина склевоты ревайвал а тестовые грамм пластиночки я сейчас покажу ну вот это я не знаю будем воспроизводить и нет я когда значит сообщил своим зарубежным ребятам надей аудио коме что мы скоро будем измерять винил корректор и нам нужны нормальные тестовые диски значит несколько дисков мы купили в украине здесь те которые можно было раздобыть а некоторые диски мне прислали скажем из германии диновские диски дина если вы не по если вы помните это дочес институт фор норман к это немецкий институт стандартизации так вот значит у нас есть и на из америки кстати мне тоже прислали измерительный диск вот так вот это самое журнал of the audio engineering society американский вот такой свой диск прислал вот ортофоновский диск мы купили в украине он чем хорош то что у него значит есть возможность измерения очахи до 50 килогерц это один из двух дисков за все 60 лет истории лонгплея у которого есть вот такой сигнал с частотой больше 20 килогерц все остальные имеют свит до 20 килогерц а вот этот вот диск до 50 килогерц это мы его мы с его помощью за измеряем очаху значит нашей системы есть у нас еще это ортофоновский тест диск есть у нас английский диск hi-fi news аналог тест лп тоже очень интересный диск у него значит сигналы очень интересные отличаются от других тем что у него есть сигналы с перемодуляции на 15 децибел то есть то что называется тест 3 кабелете насколько ваша башка значит может выдерживать перегрузки по модуляции канавки это тоже вот я рекомендую этот диск тем кто собирать но самое главное вы смотрите мне вот буквально но позапрошлой неделе их прислали из германии это диновские диски вы их нигде не купите их потому что всего несколько сотен сделано в германии это диск din 45 541 для измерения очахи дойче граммофон гамбурге соответствует этот диск значит спецификации din 45 541 он его значит характеристики мы его тоже используем и второй тест диск немецкий din 45 545 это для измерения коэффициента детонации ну вот такое значит мы диски будем ставить после а сейчас что я еще должен сказать по технике из того чего я не сказал вроде а ну значит это по встроенному корректору который схему нашего корректора вы естественно можете посмотреть и ну зарегистрированные пользователи конечно вы можете посмотреть в моем патреоне кстати об зарегистрированных пользователях я в принципе не особенно часто отвечаю в ютюбике потому что в ютюбике очень много пользователей у меня времени не особенно нет но те пользователи официальные зарегистрированные в моем патреоне когда они называются патроны так вот на абсолютно сто процентов всех вопросов всех патронов всех трех уровней я как правило отвечаю максимально быстро сегодня человек задал мне вопрос я ему если я как говорится не не сплю ночью то я отвечаю на максимум на следующий день вот тоже самое и вячеславу горахову моему патрону я тоже специально отвечаю но кроме того для vip патронов и для патронов высокого уровня я иногда делаю даже легенькие видео сегодня у нас большое видео по этому вопросу значит по по нашей схеме то то есть понятно что нашу схему и описание и герберы печатных плат и вообще все на свете вот по этой вот версии 4 вы можете во первых скачать с моего патреонов ского сайта во вторых если вы желаете в все получить я уже информировал только что вас что все это дело можно купить в виде набора всех радиокомпонентов и печатных плат для самостоятельной группы сборки в магазине и мратки и фью а теперь что касается встроенного винил корректора этой вертушки он построен это самая вертушка бюджетная да и головка тут тоже бюджетная головочка вот это вот с подвижным магнитом м м то что называется мувинг магнит эта головочка называется эти н 3600 л или она же выпускается в японии как аудиотехника 91 б.л. то есть от 91 или от н 3600 это вот это вот головочка вот она тоже в принципе одна из самых бюджетных головок но неплохая скажем так бюджетная почему потому что она сама стоит там насколько мне правильно изменяет мой склероз ну в районе чуть меньше 3 30 баксов сама головка стоит и стилус то есть игла смена к ней стоит там чуть может больше чем 20 долларов то есть это бюджетная головка но мы ее как раз используем потому что мы наш корректор хорошо работает с любыми головками от самых бюджетных до самых топовых градо там и всякие прочее мы это тоже если у меня будет время я со своей шур м 97 гиперэллиптик и еще там градо у меня есть еще алексей оксаненко как он ты не помнишь какую он фирма то самое тоже передал эту самую нам ну ну у него да мне еще мой друг алексей оксаненко передал я сейчас запамятовал ну башку топовую которая сама по себе стоит около 3 3 килобаксов то есть башка топовая м сишная даже не а м сишная м сишная так вот он передал мы тоже и испытаем как-то вот потому что она единственная которая в которой значит позволяет она воспроизводить до 50 килогерц мы как раз проверим как 50 килогерц эти воспроизводится а вот что касается вот этой вот вертушки значит у ней значит сам винил корректор сделан по тоже бюджетной схемке на микросхеме та 7325 ташибовской это ташибовская микросхемка значит двухканальный мало шумящий усилитель в принципе то есть даже не операционника просто усилитель вот но у него но микросхема довольно древняя лет двадцать назад на она заработана может быть даже и больше у неё как по мне значит как у конструктора который занимается давно винил корректорами два изъяна во первых у неё входной каскад на биполярниках они на полевиках а это значит что что мы большие а а во-вторых у неё выход квазикомплементарный то есть выход пусть и мало точно но у него но у него но у него на выходе квазикомплементарная пара транзисторов это значит что искажение